Сабантуя В мае этого года крымские татары всего мира отметили 70-ю годовщину насильственного выселения их народа с Крымского полуострова. Из почти 200 тысяч татар в 1944 году в Узбекистан было депортировано более 150 тысяч. Большинство из проживающих в Узбекистане крымских татар считают недавнюю аннексию своей исторической родины России очередным беззаконием. В частности, не иначе, как дележон чужой территории назвал захват России полуострова глава крымско-татарской общины Узбекистана. Территория государства исторически сложилась. Люди там обжились, люди живут. У них все какие-то свои нормально сложившиеся между собой отношения. А тут вклиниваются политики и начинают делить чужую территорию. Это, конечно, ненормально является. На историческую родину всегда стремился мой народ. Едут они еще и час, и ничего не останавливают. Хотя я им не советую, пока все не нормализовалось, не появились какие-то законы. Вот это все регламентирующее, как-то что-то подсказывающее. Если выпьешь, уедешь, там останешься висячим. Поэтому сейчас просто надо воздерживаться от этих сагов. Есть среди крымских татар Узбекистана и те, кто считают присоединение полуострова к России вполне закономерным и справедливым актом. Такого мнения придерживается известный в республике писатель основатель так называемой Челанзарской школы современного искусства. Очень хорошо, что это произошло без войны, без всего, то, что сейчас мы видим на Юго-Востоке. А остальное все от лукавого. Дело в том, что у нас очень много родственников, живущих в Крыму и работающих в России. Почему? Почему простой народ должен ездить, зарабатывать в другие страны? Это не есть правильно. И то, что сама Украина является исторически частью России, это факт. На сегодняшний день на территории Узбекистана, по некоторым оценкам, проживает от 80 до 100 тысяч крымских татар. По признанию многих из них, никакой дискриминации по национальному признаку они не испытывают. И тем не менее, какому бы государству ни принадлежал Крым, России или Украине, вопрос переселения на историческую родину, если не для всех, то для большинства из них – дело времени. Как говорят активисты крымско-татарской диаспоры, в гостях хорошо, а дома лучше. Одна победа!